Эта первая встреча партийных лидеров Одинцовского района с исполняющим обязанности руководителя администрации, возможно, будет хорошей традицией. Разные политические взгляды не должны стать препятствием для решения задач, важных для всех Одинцовцев. А это и расселение ветхого и аварийного жилья, и транспортная доступность, и точечная застройка, и очередь в детские сады, и проблемы военных городков, и занятость населения, и уборка территории. Одинцовский район оказался одним из худших в Московской области по этому параметру. Причина этого в том числе и правового характера. На данный момент жители частного сектора не обязаны заключать договоры на вывоз мусора. Они и не заключают, констатирует Андрей Иванов. Мы месяц назад обратились в правительство области для того, чтобы выйти с законодательной инициативой и поменять эту структуру в законе. Думаю, что нас услышат. Насколько я знаю, уже определенные поручения Андрей Юрьевич дал против ведомства готовить изменения в закон Московского области. Первый секретарь комитета Одинцовского районного отделения КПРФ поднял, пожалуй, самый острый квартирный вопрос Одинцовцев. Раньше, по словам Александра Галдина, строили столько же, но при этом выделяли жилье местным жителям. А сейчас новостроек много, но это лишь увеличивает население района, а значит и нагрузку на инфраструктуру. Главный вопрос, который надо решить нам сейчас в рамках, это чтобы была муниципальная программа строительства жилья и социальной сферы. Муниципальная программа, чтобы мы муниципалитетом нашим занимались, чтобы у нас в бюджете это было заложено. Мы не сограничили. Вот может нам остановиться сейчас по увеличению численности района, иначе мы ничего не решим. Сейчас вот у нас Одинбург строится на Северной улице. Что мы получим от этого? 450 тысяч квадратных метров. А что мы получим? Город все получит от этого. Реально вот люди, которые живут на Северной улице, на Жорковой, на Москве, сейчас остановят Можай. Давайте я расскажу, что получим по Северной улице. У нас будет построена поликлиника на 1,2 миллиарда на улице Березово. Это уже стоит у них во времене. У нас 13% площадей будет передан муниципальной собственностью. Из этих квартир мы начнем расселять нуждающихся очередников. Для тех, кто наблюдается во второй поликлинике, тоже есть хорошая новость. Вместо одного из пятиэтажных домов, расположенных рядом, будет построено новое здание лечебного учреждения на 3,5-4 тысячи квадратных метров. Это предусматривает один из инвестконтрактов. Сергей Самохин, председатель местного отделения «Справедливая Россия», предложил разработать единые правила игры для всех застройщиков – и крупных, и мелких. Мы сейчас рассматриваем инвесторов застройщиков и крупных застройщиков. Но на самом деле мелкие застройщики, они тоже заинтересованы в правилах игры и в системе. В каком плане? Вот если я строю трехэтажный жилой дом, маленький, на 20 квартир. Вот прихожу и мне говорят, а где школа, а где там это, а где то. На самом деле, если была система и сказано, например, что я должен с каждого квадратного метра понести обременение, ну не знаю, 10 тысяч рублей с квадратного метра, куда-то перечислить, какой-нибудь благотворительный фонд или на развитие ЖКХ или чего-то. Владимир Сидоров, координатор Одинцовского отделения ЛДПР, затронул вопрос незаконного строительства, когда на небольших участках, рассчитанных на частные дома, возводятся многоквартирные строения. По закону они должны быть снесены, но в данном случае люди, которые, по сути, были вовлечены в мошенническую схему, окажутся на улице. Получается, что мы вроде должны, ну закон есть, мы должны снести, а есть там 20, 30, 40 семьи сездах, меня не знаю, там много бывает, они просто останутся за забором, реально за забором. Не обращать на это внимание и не видеть, и никак не огнировать, ну точно нельзя, даже по человеческим понятиям нельзя. Пытаться срастить какую-то правовую систему, тоже все период, да, мы все и так же, как и они, они стали жертвами, мы понимаем, что отчасти даже с фокусительства там, ряда там властей, ну поселения, эти события произошли, но они уже вот есть в обеточке. Где возможно, я, честно говоря, пытаюсь общаться и с теми же соседями, и с властями, там, где можно исправить ситуацию. Сергей Самохин напомнил Андрею Иванову о вопросе, озвученном на его встрече с жителями лесного городка. Местный спортивный зал продолжает разрушаться, его положение может спасти передача объектов собственности сельского поселения. Там определенные были сложности, если помнить, с тем, что она, что этот спортзал был частью основного капитала РФЖАВА. В итоге все подписали, договорились, через какое-то время, через месяц там он ее начал выяснять, опять ничего не сделано. Стать липиной не передал. Довожу коллеги до вашей серии, что на основании тех жалоб, которые шли по РФЖАВА у нас и на встречах, и ежедневно приходили жалобы по этой организации. Плюс очевидный демарш и невыполнение моих поручений. Распарин Владимировна уволен. Да, ее нет теперь на РФЖАВА, там новый совершенно руководитель. И по спортзалу я сегодня же поставлю задачу. Предложение представителей партии «Альянс зеленых» и «Социал-демократов» создать рабочие группы и закрепить за каждой свое социально значимое направление для наиболее эффективной совместной работы было принято единогласно. Евгения Августина, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».